СПАРТАК Кричок начинается «Спартака-2» и выигрывает. 25 июля 2019 года могло исполниться 60 лет легендарному «Спартаковцу» Федору Черенкову. В этот день футболисты «Спартака», тренерский штаб, ветераны клуба приехали на Троекуровское кладбище почтить память Федора Федоровича. Капитан команды Георгий Джики с трудом сдерживал слезы. Мне хочется от коллектива сказать и поблагодарить Федора Федоровича и всех ветеранов за тот «Спартак», в котором сегодня мы играем. Федору Федоровичу сегодня 60 лет, исполнилось бы, вот, чего тоже тяжело говорить. Спасибо за этот «Спартак». Имя Федора Черенкова носит Академия футбольного клуба «Спартак». Воспитанники Академии, а теперь игроки основного состава команды, вспомнили о своем общении с Федором Федоровичем. Он произвел впечатление очень скромного человека. Помню, как он очень тихо разговаривал, все время с нами здоровался. Часто приезжал к нам в Академию, рассказывал истории, как правильно играть тоже рассказывал. Вот, и все время, когда он рассказывал, все с удовольствием слушали. Самый большой футболист для меня лично, я думаю, для многих болельщиков за всю историю «Спартака». Он для меня пример. Может быть, такого тонкого игрока, как Федор Черенков, и не хватило «Спартаку» для достижения нужного результата в Саранске против футбольного клуба «Тамбо». Смотрите сами. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На матче присутствовало 23 238 зрителей, и большинство из них приехало болеть за «Спартак». Жаль, что не удалось их порадовать. К сожалению, не порадовала и молодежная команда, которая играла против сверстников в «Тамбове». Искусственное поле одного из первых поколений не способствовало комбинационной игре, но моменты у «Спартаковца» были. Вот удар Руслана Литвинова. Где-то мы это уже видели. А хозяева воспользовались своими шансами и наказали москвичей за ошибки. Подопечные Лунина до последних минут оказывали давление на ворота соперника. Забить не смогли, но была массовая потасовка. В результате удалены два игрока команды «Хозяев» и «Спартаковец» Артем Горбулев, который не участвовал в драке. Вот он на видео. Может, за это и удалили? Тренер краснобелых Алексей Лунин подвел итоги встречи. Тут понятно, что неудовлетворительно проиграли из-за грубых ошибок в обороне. По первому мячу сразу можно сказать, что этот кикс в Акисове получился именно из-за некачественного поля. Но это нас не оправдывает. Должны были забить мячи. По атаке надо ребятам отдать должное. Они нагнетали до конца матча, создавали моменты. Не повезло в реализации. Где-то мастерства не хватило. Получается, что только «Спартак-2» порадовал победой на неделе. Подопечные Виктора Булатова провели две встречи. Сначала дома против маститого Нижнего Новгорода. В составе краснобелых дебютировал маленькель Баду. И дебют удался. Я счастлив стать частью победы в первом своем матче за новую команду. Есть ощущение, что я все-таки еще несколько осваиваюсь. Но в целом ощущение отличное. Мы постепенно с партнерами улучшаем взаимопонимание. Забивали в этом матче только воспитанники Академии «Спартака». В первом тайме 18-летний Никита Бакалюк. Это был его первый гол за «Спартак-2». Мутся потрясающий. На самом деле давно этого ждал. Уже довольно много игр провел в составе «Спартака-2». Появилась возможность. Передо мной никого не было. Решил попробовать пробить с дальней дистанции. Получилось очень рад. Во второй половине встречи 20-летний Александр Руденко. Гости могли отыграть один мяч в пенальте. Но ворота «Спартаковцев» заколдовал голкипер Акмурзин. Капитан команды Леонид Миронов остался доволен. Мы с самого начала знали, как играет Нижний Новгород. Первое время отдали мячиками, сативу чуть-чуть. А потом видно, что они уставать начали. Мы все-таки помоложе. И так перебегали. И начали стоять моменты и выиграли. Второй матч «Спартака-2» уже в понедельник против футбольного клуба «Армавир». Пропустив в первом тайме, «Спартаковцы» перехватили инициативу и сравняли счет. Красивую комбинацию провели Умяров и Игнатов. Последний ударом под перекладину и установил окончательный счет. 1-1. На этой неделе «Спартаку» предстоит домашний матч против «Динамо». «Спартак-2» улетает во Владивосток играть против местного «Луча». Об этом и многом другом в следующий вторник в программе «1922». «Спартак»! «Спартак»! «Спартак»!